МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это тот текст, который будем, конечно, в итоге презентовать для сторонних организаций, для сторонних пользователей. Это то, что будет у нас в маркетинговой исследовании. Уважаемые коллеги, в лазарь, в общем-то, в рабочей группе, я как руководитель рабочей группы, поступили предложения, что бы хотел сейчас выставить. Я в самом начале, предваряя выступление, хотел бы сказать, что, наверное, сегодня конкретных каких-то проектов обсуждать, наверное, не то время. Сегодня мы, на мой взгляд, должны обсудить методологию работы со стратегией, определить последовательность этой работы. И вот в этой части, на мой взгляд, вот надо обязательно высказаться всем, кто как видит, как со стратегией работать так, чтобы она стала документом. Я полностью солидарен с ветром Валентиновым. Это настольный документ. Это документ повседневной деятельности администрации города и нашего представительного органа городской дури. Вот это первое. Значит, например, от коллектива Зержинского филиала, Российской академии народного хозяйства, у нас заявлено 4 выступающих. При этом 10 минут Александр Игоревич хотел бы выступить Егоров и затем там небольшие выступления. Поэтому, как мы поступим? Давайте, пожалуйста, мы заслушаем. Все слушаем, да? Можно вопрос? А вопрос сначала? Да. Можно вопрос? Виктор Агентинович, скажите, пожалуйста, а как вы планируете провести мониторинг существующих потребностей Держинца в предложенных управлениях развития? Если брать пессимистическую ситуацию, то к 30-му году основное количество граждан это будут люди пенсионного возраста. Как вы эти демократические ситуации? У нас сегодня большая доля пенсионного населения в городе Рецептедов, как бы исторических таких. 35 процентов. Я еще раз говорю, что как вы вопрос сказали, как мы мониторируем? У нас есть органы статистики, они нам дают информацию о составе населения. Да, существующие потребности, которые сейчас есть, в 30-м году, они могут измениться в зависимости от демографического статуса. Конечно, могут. Конечно. Все может. Конечно. И в России может измениться. Все может измениться. Вы понимаете, мы ежегодно принимаем бюджет городской. Вот тот вопрос, который вы задали, он может появиться не только в плоскости, не только в плоскости городского бюджета и планового периода этого года. Он лежит в рамках полномочий региональной, федеральной. Поэтому вовремя заметить то, что у нас, скажем, появляется где-то какая-то проблема, позволяет тесно работать власти с гражданским обществом, с бизнесом, с промышленностью. Когда говорят, что у нас появляется острая нехватка сварщиков на производство, вот как это было лет 8 назад, да, то здесь бывает важно саккумулировать эту проблему, собрать заинтересованные стороны как-то профессионально-технические образовательные учреждения, в высшую школу и помочь промышленности. В принципе, сегодня есть предприятия у нас, которые кафедры открывают, у нас в политехническом институте, например, для того, чтобы готовить специалистов, в которых они имеют потребность. Поэтому задача власти здесь как раз эти проблемы помочь решить. Она не может муниципально подменить. Но вот таким вот образом. Я хотел бы помочь ответить на вопрос. Вся информация, цифры, все представленные в проектной стратегии основываются только на данных Нижегородской статистики. Никаких аналитических цифр там нет. Сухие цифры статистики. Так, пожалуйста. Слово предоставляется Александру Ильичу Егорову, директор Центра прикладных исследований проблем развития муниципальных образований, держим в филиалу Российской Академии Народного Хозяйственной Государственной Службы, предпрезиденте Российской Федерации. Регламент. Сколько даете? 10 минут. Уважаемые коллеги. Вы что? Ну что, 10 минут мы будем делать. 5 минут. Вы сидите. 5 минут. Значит, Александр Ильичу Егорович, он готовился. Позумай, уважаемые товарищи, это подготовленные выступающие. Он готовился. Поэтому, вот можно встать, не подготовлено говорить 10 минут, а вам 5. Как подготовлено? Понятно. Несколько слов. Значит, ну, если 5 минут, то конкретно. Значит, что необходимо, с моей точки зрения, учесть? Первое. Правильная расстановка акцентов в нормативной базе стратегического планирования. То, что нам предложили, безусловно, имеет право на существование, но необходима доработка с учетом федеральных документов, таких как концепция демографической политики РФ до 2025 года, стратегия развития электронной промышленности до того же 2025 года и масса документов, которые, быть может, разработчики учитывали, но вот в данном случае в тексте стратегии они не вошли. Федеральные целевые программы, керкультура России и так далее. Второе. Необходимо четко установить показатели достижения стратегической цели. Конечно, во-первых, это индекс качества жизни. И второе. Оценка населением города, степень комфортности проживания. Безусловно, именно население будет давать оценку, насколько стратегически реализована концепция. Третье. Мое предложение учесть не два, а три сценария развития города Держинска. Ну вот, я их называю так. Консервативный, умеренно инновационный, радикально инновационный. У Виктора Валентиновича инновационный сценарий. Ну, так или иначе, с моей точки зрения, консервативный сценарий будет ограничен выживанием города, то есть амбиции города будут ограничены просто выживанием. Человеческий фактор оптимального роста не получит, а прорывные проекты будут отсутствовать. Умеренно инновационный происходит на научно-технологической основе, той, которая есть сейчас. И радикально инновационный, это модель ускоренного инновационного развития. Конечно, при наличии достаточного финансового обеспечения здесь будут, я вижу, определенные проблемы. Четвертое. Следует формировать перспективное видение отдельных сторон жизни города через соответствующие модели. Все-таки, допустим, Держинка, демографический устойчивый город. Что мы закладываем в это понятие? Город эффективной занятости, город здоровых людей и так далее. То есть здесь мы задаем целевые показатели построения модели и их учитываем в разработке программ. Пятое. Более четкая фиксация стратегических ресурсов города, то есть материальных и духовных факторов, определяющих возможности города достигать долговременно в цели. Значит, стратегические ресурсы видятся в следующем ракурсе. Человеческий фактор, готов предложить свои разработки, они у меня уже есть. Территориальный ресурс, то есть качество городской среды, экономический ресурс и, конечно, ресурс городского управления. Вот с моей точки зрения, обязательно в стратегию развития города нужно включить ресурс городского управления. И здесь одним из ключевых направлений будут служить меры по усилению контроля, повышению эффективности мультивации аппарата муниципальных служащих и разработка эффективной модели, может быть, или программы даже их подготовки. Поэтому так или иначе, как говорил товарищ Сталин, кадр решает все. Как это внутренний документ? Зачем его сюда? Почему внутренний документ? Почему не внутренний документ? В начинстве руководителя у вас там. Позвольте, я закончу. Значит, и последний момент связан с развитием гражданского общества города. Ведь вот так или иначе, в программы, а, в общем-то, промониторено немало, программ как разработчикам, так и далеко другим заинтересованными лицами, во многих программах все-таки закладываются конкретные вещи, связанные с развитием гражданского общества. То есть мы хотим, чтобы была социальная стабильность в городе, чтобы эффект социальной напряженности не рост, что, безусловно, здесь необходимо разрабатывать новые формы самоуправления, привлекать граждан к участию в разработке и принятии решений, повышать общественную активность социальных групп, ну и, наверное, формировать определенный тип политической культуры. Но мы увидим, что зачастую город является связоточением напряженности, в том числе и в общественной и политической сфере. Для того, чтобы истребить эту проблему, ну или, по крайней мере, сделать шаги по ее исправлению, необходима все-таки, так сказать, консолидация сил. Ну и, конечно, расширение системы гражданского участия в планировании решений задач развития города. Если кратко, то так. Спасибо. Александр Юрьевич, спасибо большое. Очень кратко, емко. Ну, то есть, по этому, есть разработка. Да, да, понятно. Уважаемые коллеги, кто хотел бы еще выступить? Нажмите, пожалуйста. Выключите. Кто хотел бы подготовлено выступить? Пожалуйста. Я предлагаю политехническую помощь. Мы в программе стратегии не увидели, скажем, раздела, касающегося развития высшего профессионального образования и среднего профессионального образования. Сегодня действительно закрываются филиалы по стране и будет закрыто 80% всех филиалов. Происходит ситуация такая уже в Заволжье, в Павлово, в Иксе, закрываются филиалы. В нашем городе ситуация тоже проблематичная в этом плане и есть трудности. И поэтому здесь в стратегии нужно учитывать, конечно же, факты. Я бы хотел сказать о том, что сегодня, вот здесь в программе упоминается, в разделе молодежной политики, говорится о развитии профессиональной ориентации. Вот, на мой взгляд, в программе необходимо иметь строку, которая бы говорила о необходимости создания в городе центра профессиональной ориентации. Этот центр как раз бы увязывал бы интересы и среднего образования, и СПО, и ВПО, и предприятий. С одной стороны, он мог бы заниматься мониторингом потребностей предприятий, а с другой стороны, он бы занимался как раз популяризацией тех профессий, которые необходимы городу. Это было бы связующим звеном как раз между системами образования. И здесь получается, что на сегодняшний день вот отсутствие такой структуры, хотя о ней недавно, 18 февраля, говорилось очень много о развитии профессиональной ориентации, на совещании губернатора, 18 февраля было такое совещание, и здесь необходимо внимательно посмотреть на эту проблему. Вот если коротко меня так. Владимир Петрович, Вы затронули, на мой взгляд, как одного из участников разработки стратегии, очень важный вопрос. Когда мы разрабатываем стратегию органов местного самоуправления, мы должны апеллировать некими силами и ресурсами, на которые мы, в принципе, имеем некое воздействие, или которые есть в нашем распоряжении. Вот когда Вы говорите о том, что есть проблема высшего и среднего профобразования, касающегося закрытия отдельных образовательных организаций в отдельных регионах, надо сказать, что здесь надо как-то четко формулировать, что Вы ждете в этом вопросе от органов местного самоуправления, от местной власти, в полномочиях которых эти вопросы как бы не ходят, с точки зрения моральной поддержки, или с точки зрения организационных каких-то мероприятий, или же третье направление материальное ресурс. Поэтому в будущем даже, я как бы хотел бы сказать, что мы видим дальнейшую работу рабочей группы, в соответствии с положением, которое существует, о наделении нас некими полномочиями, наша задача организовать обсуждение отдельных положений стратегии на среди уже специалистов этого направления конкретного. Поэтому мы будем именно в этом направлении двигаться, мы будем способствовать тому, чтобы по каждому направлению стратегии, которое мы отметили, прошли какие-то обсуждения именно в рамках более узкого вопроса. И вот там, Владимир Петрович, если вы подготовите предложение готовки, как бы вы хотели видеть, чтобы в стратегии была сформулирована часть, касающаяся высшего и среднего профессионального образования, надо сказать, что в большом тексте там есть отдельные нюансы, это не запыто совсем, но может быть оно не так раскрыто, как бы вы хотели, давайте будем раскрывать совместно, думать о том, как мы это будем делать. Мы пригласили сегодня также, помимо, значит, университета, вот, самое, подготовленный, мы бы хотели подготовленный, вот университет имени Лобачевского, готовы, есть ли кто-нибудь представитель? Можно, могу сказать? Да, пожалуйста. Мы не готовы, потому что мы саму программу не видели, только со слов сейчас Виктора Валентиновича. Значит, Павленко Михаил Николаевич Лобачевского. Я хотел бы вот о чем здесь сказать. Любая стратегия, которая разрабатывается в развитии города, основана на фундаменте, на том, что есть. Вот в высказываниях или в этой стратегии там нет. В каком положении мы находимся? Что такое развитие фундамента? Да, от чего мы отталкиваемся? Это первое. Второе. Для того, чтобы говорить о будущем, значит, нужно знать, что было и чего мы не достигли предыдущих. Это второй вопрос, который тоже в стратегии не очень-то рассмотрен, или, по крайней мере, я не услышал. И, наконец, третье. И самое главное, по-моему, мы ведь все-таки делаем программу для кого? Для себя и для людей. А вот там людей-то и для. Программа для себя, почему? А, то есть для внутреннего пользования. Для управления. Все, для внутреннего пользования. То есть население, люди здесь ни при чем. Стоп, стоп, я задаю правильный вопрос. Неправильный вопрос. Почему? Потому что стратегия – это элемент управления. Основывающиеся на мнении, в том числе и граждан. Стоп, значит, а мнение учитывание. Хорошо. Цель управления-то какая? Хорошо. То есть мы учитываем мнение граждан. То есть мы разрабатываем программу для себя, но учитывая мнение граждан. Я это специально задаю вопрос. Потому что сегодня здесь, вот в этой стратегии, кабинетное исследование. Давайте посмотрим, где молодежь. Еще не основывательная. Ну, в стратегии нет молодежи. Где поколение, старшие его задавали вопросы? Где рабочие? Где инженерно-технические работники? О них ни слова не сказано. Для чего мы создаем эту программу? Управлять городом? Развивать городом? Тогда задаю следующий вопрос. Или, точнее говоря, нужно решить вопрос. К чему мы стремимся в экономике, в промышленности? Что у нас будет развиваться? Сколько будет развиваться? Некие инвестиции, которые написаны. Эти инвестиции написаны чисто формальные. То есть мы должны оттолкнуться от того, что в 30-м году, я извиняюсь, будет выпущено миллион тонн чего-то. Какие-то продукты, какая-то продукция. Не просто мы будем развивать эту продукцию. Я почему-то говорил, что на основе анализа существующего мы должны определить будущее. И только на основе этого можно говорить об инвестициях. Это второй вопрос. Много говорим мы в образовании. А вы скажите, пожалуйста, а какие нужны будут специалисты через 15 лет? Если мы не знаем, что мы будем, извините, в городе, или какой производство у нас в городе будет развиваться. Машиностроение, химия, чего? В словах сказано, да, мы там будем заниматься. А на сколько, какие объемы? То есть это вопросы, которые требуют решения в этой стратегической программе. Само по себе решение правильное. Нужно это делать. Спасибо. Сидите, пожалуйста, а вы читали большой текст? Где? Нет. Поэтому я вам вспомнил немножко проще. Да, я вам сразу сказал. Михаил Николаевич, значит, что касается, как бы, точка отсчета, откуда мы идем, там действительно, тексты в большом. Обеспеченность детскими садами, обеспеченность инженерными объектами. Возможно, я немножко отвечу. Вот понимаете, уважаемые участники разговора, это очень серьезная работа, и мне бы очень хотелось, чтобы вы понимали. Вот я здесь очень Александр Юрьевич поддержу. Когда мы говорили в социальной сфере, то мы прежде всего руководствуемся теми законами, которые лежат именно его. Потому что он говорит, нужно списать от закона. Игоревич, я интересуюсь. Значит, нужно идти от закона. Так вот вся структура социальной сферы шла от действующих законов. Культуры, физкультуры, молодежи, молодежной политики, образования. И дальше нужно все-таки в своем создании наложить какие-то вещи на то, что муниципалитет несет определенную ответственность за то, что ему вложено в ответственность. И вы сейчас приводите примеры высшей школы, среднеспециального образования, медицины, которые из муниципалитетов на управление, и стратегическое в том числе, изъяли. У каждого из перечисленных ною структур есть свое министерство, которое свою стратегию выстраивает. Вот, допустим, на уровне среднего специального образования муниципалитет участвует в формировании заказа на образование ежегодно. Нас приглашают в министерство, и мы согласовываем к техникуму план набора. Более того, мы проводим опрос в каждом девятом классе и в каждом одиннадцатом классе, кто готов идти на обучение. Согласуем с центром занятости потребность в этих кадрах. Через два года будут эти люди нужны, эти специалисты, или не будут. С высшей школой, я не знаю, как федеральное министерство работает с высшей школой, мы туда не приглашены. Мы туда не вхожены. Так вот, я говорю о чем. Вот дальше по каждой вертикали вы должны тоже понимать, что ваша стратегия выстраивается уже вне муниципалитета. Мы согласны, Александр Васильевич сказал, мы согласны сотрудничать на том этапе, на котором мы действительно туда вхожены, в эту стратегию. Но, извините, у меня есть свои предложения, как со своими предложениями, которые не будут рассмотрены. Это нонсенс. Понимаете, поэтому стратегия наша, она, конечно же, базируется на наших полномочиях. Сегодня мы, сегодня вот я работаю в социальной сфере, через год, через два будет другой человек. И вот сегодня говорил Виктор Валентинович, мне показалось, что это правильно сказано, что должен быть задан вектор, прописанный в законах федеральных и в региональных подтвержденный, по которому мы должны идти. И точки в этом векторе были поставлены. На сегодняшний день, да, мы говорим, у нас 78 садиков, у нас почти 13 тысяч детей в этих садиках. Да, мы сегодня вышли уже, это и плюс, и минус, на 99,7% занятости этих садиков. И мы видим, где у нас строятся дома и где нам понадобятся садики. Не сегодня, не завтра, но через 3-5 лет они понадобятся. И сегодня, проанализируя эту ситуацию, мы что делаем? Делаем выкопировку участка, разработку проекта. Мы пытаемся войти в федеральные программы. И когда после меня человек придет, извините меня, платформу я сделала. Понимаете? Сменится начальник управления детских дошкольных. Но в любом случае, точка-то в программе федеральной останется. Вот мы о чем говорим. Может быть, если говорить по каждому пункту, это будет долго, да, более понятно. Но вот стратегия в каждой структуре, в каждой схеме, она должна быть своя. И человек, входящий в эту схему, он должен свое место понимать. Мне кажется, вот мы очень много потратили сил на сегодняшний день. Да, презентация короче. Короче. Вам, наверное, нужно видеть весь документ. Мы рады будем, если вы какие-то коррективы. Но Крыловскую картину, вот то есть, скажем, дорисовать картина исчезла, тоже нельзя допускать. Поймите. Извините за эмоциональность, я вот так понимаю. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович Тепров. Председатель Совета при Главе города. Аптестра Совета при Главе города. Александр Васильевич, вот вы обмолвились в своем выступлении о том, что нужно посредством как-то ориентироваться и жить. Валентина Владимировна тоже подтвердила. И, исходя из этого, я бы считал, что вот эта вот стратегия должна состоять из двух блоков. Первый блок – это то, что посредством мы сейчас можем и что мы сможем к 2015 году. То есть посредством, которые будут в городском бюджете на содержание, на развитие. И второй блок – это то, над чем нужно работать. Вот то, что Валентина Владимировна говорила, что и выходить в профильное министерство, и выходить в структуры, которые вплотную не связаны с администрацией. То есть отрабатывать вот эту часть. То есть должна быть какая-то оптимальная то, что можно и по силам, средствам городского бюджета. И то, что не по контролю на городскому бюджету, над чем нужно работать. Спасибо, Владимир Владимирович. Слово выставляется к Владимир Владимировичу. Валентина Владимирович, я сразу по итогу выступления, Владимир Владимирович, не согласен. Здесь категорически, чтобы делить на две части стратегии, в том числе, что будет делаться в ближайший период. Это все прописано в нашем программе, утверждено бюджетом. Я думаю, как-то не что делать. Это что? Что нарисовывали, если говоришь. Нет, неправильно. Стратегия – это все-таки долгосрочный период. Нам не надо здесь на год, на два или, может, на месяц. Понимаете, стратегия нам нужна. Нет, это не теоретический труд. Это наше руководство практическим действием до 30-го года. По основным направлениям. Я так считаю. Я бы сейчас все-таки как-то перефарматировал немножко выступления свои. И давайте все-таки конкретные какие-то предложения, что нам добавили для развития города. Я бы сразу говорю, что как-то пропустил рассуждение. А смотрите, а у нас ничего не написано про создание ресурсных центров. Мы начали в этом году, наконец-то, позже других муниципалитетов, создавать один ресурсный центр по менталу обработки на базе нашего терминского технического конкурса. А нам надо четыре этапи. И обязательно бывшая столица нефтехимии обязательно должен быть ресурсный центр нефтехимии. Раз. Должен быть ресурсный центр машиностроения, которое у нас активно развивает. Два. Третье. Строительство хотим развивать. Обязательно ресурсный центр по облегчению строительной профессии. У нас на сегодня одна фирма, которая строит, умеет, зовут СМУ-8. Вот одна больше, но вот нет. И тот там, не сказать, что она умеет строить крупные объекты. У нас в основном строят или турки, или в лучшем случае Нижнемоград. Это обязательно. Эта программа до 30-го года должна реализована быть, потому что я завидую, например, как эта программа начинает работать в других муниципалитетах и в Нижнемограде. Он, Борис Михайлович, не даст соврать, но с ним говорят, говорит, я свой там поливон с удовольствием размещу. Буду даже финансировать и готовить специалистов для себя. Правильно, Борис Михайлович? Далее я бы добавил, опять же, мне девушку очень понравилось выступление конкретное, как мы будем здесь, у себя, привлекать, удерживать молодежь. Здесь программы должны быть у нас, они все-таки пошире. А вот скользь у нас здесь, Виктор Вадимович, остановился на вопрос расселения аварийного ветхого фонда. Да, только надо нам разработать программу, реализовывать программу уже волнового переселения граждан из аварийного фонда. Теми темами, которыми представлены аварийным жителям новой квартиры, это пропичь ничто. Потому что сколько мы не расселяем сейчас, а в среднем это у нас... Ну, скажите, посчитать можете сами, за 7 лет чуть более 100 квартирных сторон в новых домах граждан из аварийного фонда. Это очень мало. А дознавр не менее, наверное, я думаю, но это минимум, наверное, 50 квартирных, очень мало. Дома начинают, но повыше 40, когда дознавр начинают разворачиваться. Как одно из направлений. Ну, вот таких примеров надо, наверное, пополще. Давайте конкретно, чем наполнять. В теории мы можем наполнить, сколько хотите, труд создать, там, на несколько тысяч страниц. Давайте практику, которую реализовывать надо, сейчас начинать, или хотя бы разрабатывать, а к 30-му году завершить. Спасибо вам большое. Спасибо, Владимир Владимирович. Да, слово предоставляется депутату Государственной Думы. Я, Асёй Шевченко, два года. А, два года? А, он назвал март месяц, а шесть, шесть лет. Я думаю, как быстро все это получилось. Ну, тогда извините, я несколько неправильно понял. Но, в любом случае, те вопросы, которые раскрыты в данной стратегии, наверное, они имеют свою актуальность. Но я бы хотел отметить следующее. Без анализа существующей ситуации в городе, ее промышленных предприятий, на ее территории, мы не можем ничего нового построить. Мы должны чего-то отталкиваться. Правильно было сказано представителям университета Лобачевского. Ведь анализируя, где мы находимся, мы тогда можем идти вперед. Вы посмотрите, какая сегодня ситуация в промышленности. Восточный пуст. Почему об этом слове нигде ничего не сказано? Корун, Сиркоз, Урокстекло, площадка АК-Полимер. Это те базовые предприятия, на слое которых строился город Держинск. И не развивая промышленность, не развивая новые рабочие места, не пуская новое производство, мы не построим ни школы, ни садики. Развития территории никакой не будет. Не развивая образовательные учреждения, которые специалистов готовят для этих промышленных предприятий, тоже ничего не будет. Поэтому, коллеги, я никогда не буду выступать. На самом деле, все разделы, которые в стратегии, они здесь заложены. Несколько просто необходимо расширить. И для развития этой стратегии необходимо привлечь и руководителей предприятий. А как они видят развитие технических предприятий? Что из себя представляет Сибур, и что у него в ближайшие 15 лет? Могу сказать, в прошлый год только Сибур вложил в развитие, в реконструкцию производства, вложил более 3 миллиардов рублей. А дальше что? А что будет с синтезом? А что будет столько стекло с таких промышленных площадки? А чтобы они развивались? Это инженерная инфраструктура, там много вопросов перешенных, начиная с воды и фонаризирования отходов. Это и транспортные развязки. Вот я бы только просил привлечь руководителей и ассоциаций промышленников и предпринимателей к разработке данного проекта. Ведь без развития промышленности, без развития малого и среднего бизнеса, без расширения рабочих мест на этих предприятиях, это и демография, это и люди остаются в горе, не уезжают работать на другие территории. Мы ничего не сделаем. И тогда будем строить школы, будем строить садики, будем развивать все те вопросы, которые в данной стратегии развиты. И последнее. Несколько узко еще здесь обозначена система безопасности города. Хотя это есть строка, ее необходимо тоже расширить. Она, ну, ступенчатая система безопасности, не только создание народных дружин, но и развитие правоохранительных органов, обеспечение системы безопасности на предприятиях и в самом городе. Это безопасность наших людей, живущих в этом городе. Я считал, что ее тоже гораздо шире нужно развить. И последнее. Коллеги, хорошо, что дискуссии существуют. И чтобы это не казалось просто словами, все те, кто сегодня здесь присутствовал, у кого есть какие-то вопросы, чтобы дали свои замечания и свои предложения в письменном виде, в комиссию, чтобы комиссия могла их учесть и при разработке данной стратегии. И в любом случае, наверное, по сроку там есть какие-то войны? Не знаю. Я думаю, что к лету это уже буквально осталось 2-3 месяца. Поэтому, не задерживая саму работу эту, дать свои предложения в письменном виде, чтобы они были учтены. И это правильно, что сегодня состоялось обсуждение. Появились какие-то предложения, идет обсуждение. И самое главное, чтобы они вошли в разработку этой стратегии. Спасибо всем, хотя бы у нас за участие. Спасибо, Антон Алексеевич. Главный выставляется главе города. Уважаемые коллеги, я считаю, что сегодня у нас состоялся открытый разговор. И привызываю вас всех к активной работе и помощи комиссии, которые сейчас, рабочая группа, которая занимается стратегией развития нашего города. Все предложения должны быть учтены. Они имеют место быть. Поэтому мы все понимаем, что широкие слои общественности должны принять участие. Чтобы мы этот документ приняли таким образом, чтобы поддержало все население города Дзержинск. Сегодня здесь присутствуют многие специалисты в своей сфере деятельности. Многих нет, но уже поступившие предложения дают основания полагать, что все-таки предложения в рабочую группу будут поступать. Рабочая группа все будет анализировать. И то, что необходимо будет, все должно посесть в этой программе. И я еще раз хотел бы подчеркнуть, что стратегия развития города направлена на улучшение благосостояния нашего жителя. На развитие города. И мы все должны прекрасно понимать, что это не внутренний документ для принятия решений. Это обнародованный документ, который поддержит население города Дзержинск. Поэтому всех вас призывают активнее участвовать. Временем, хотелось бы пораньше, но мы не будем ограничивать. Когда сами поймем, что документ уже пройдет все стадии и будет сверстан, тогда уже представители органов будут принимать решения. Спасибо. Да. Коллеги, я думаю, что встреча сегодня, совещание удалось. А совещание удалось, потому что были высказаны разные точки зрения. И мы многие вопросы еще не обсудили. Вот одна из, как бы, таких идей, которую я пропагандирую сегодня, это объединение Дзержинска с Володарским районом, что очевидная польза дает и тем, и другим. Вы в основном не по поводу этого опускаете. Это на радость. Это на радость. Это на радость. Да, поэтому я еще раз повторю, что, конечно, это просто такой набор инструментов, который имеет возможность обрастать новыми идеями, проектами и так далее. И я надеюсь на то, что все, кто сегодня принимал участие, я только прошу вас взять в рабочей группе, на дисках сегодня есть, наверное, не презентация, а сама стратегия, весь текст. И там вот, как Николай Николаевич, вопрос задавал, откуда мы идем. Там на 21 странице расписано весь свод, анализ, все есть. С советских времен там и кончали вот в текущем состоянии. И в экономике, в промышленности, в демографии, все там есть. Поэтому возьмите, пожалуйста, материалы полностью и давайте договорить каким-то образом так, что, ну, примерно до 15 апреля мы будем ждать от вас в письменном виде ваши предложения. Причем эти предложения могут не только ограничиваться в письменном, там, предлагаем включить, но, может быть, вы готовы, и мы готовы принять, инициировать какие-то совещания отраслевые, там, может быть, какие-то по направлениям конкретно обсудить что-то. Потому что много вопросов и много идей, и их надо все переработать и вложить вот так, чтобы он был и читаемым, этот документ, и реальным выполнением. Спасибо за внимание. Альтернативные какие-то решения принимают с вами? Альтернативные в полном объеме или как? Нет, не в полном объеме, в конкретных направлениях, например, в разделе образования. Конечно. Вот контакты телефона, пожалуйста. Мы на сайте разместим этот проект. Уважаемые коллеги, мы полтора часа с вами проработаны, считаем, водосморно. Давайте на этом мы на сегодня будем заканчивать. Я предлагаю не позднее, чем через месяц, нам надо всем встретиться. А за этот месяц только надо постараться проработать, о чем мы сегодня говорили, и дать свои предложения, чтобы мы к следующему совещанию их уже учли и доложили вам. Согласны, Сидима? Все тогда. Спасибо всем за работу. До следующей встречи.